очень важно знать как экономить энергию как делать так что ты не болел чтобы энергии хватало всегда этого нужно понять что лучше всего делать когда потому что для всего есть свое время вот например вечером молитва вообще ну как бы не побеждает судьбу это просто успокаивает нервы если вы хотите побеждать судьбу хотя бы до обеда молитесь а если вы хотите сильно побеждать судьбу тогда хотя бы до семи утра ну то есть если молитва утреннее ранее то она дает сильную победу над судьбой все допустим до 9 утра тоже будет победа но уже два раза слабее а если вы будете молить четыре дня то уже до свидания победа над судьбой то есть можете даже не рассчитывать на это потому что уже будет не та возможность внутренней следует знать что утро это время благостное когда солнце восходит это энергии радости если человек позже встает чем допустим солнце зашло после 7 утра встает то он уже не может быть благостным в течение этого дня за исключением те кто совершил в этот день очень сильный аскезы ну допустим я встаю после лекции там поздно закончилась допустим в 7 утра и пробегаю 15 километров и у меня восстанавливается психика за счет аскезы я радостный весь день там счастлив или два с половиной часа йоги непрерывные молитвы и опять меня психика восстанавливается можно даже и так но это ведь и целой ценой тяжелых усилий иногда так бывает жизнь может так быть устроена но естественно если человек просто пораньше встал и мужа не надо напрягаться потому что он становится жизнерадостным потому что рано встал говорится что надо встать до третьих петухов первый раз петух кричит где-то там часа пол третьего где-то утра когда только только солнце начинает действовать он кричит он второй раз где-то около четырех и третий раз он там возле шести вот и когда третий раз он открыть третий раз уже кричит так надрывно уже так и когда уже и ты как бы уже и в этот раз так не решил не вставать тогда все прокол тогда так вот если человек встает вот по вашему расписанию допустим 8 да не в 7 8 то он уже не будет оптимистичным жизни он будет такой пригруженный все время если в 9 встает то он будет депрессивным конкретно этот человек и депрессию очень трудно и не будет убрать если он в 10 встает то он уже будет иметь психические отклонения а если он в 11 встает тоже можно заболеть злокачественной опухоли уже конкретно ну то есть видите то есть если ты сильно нарушаешь режим дня то тут даже уже не вопрос экономии энергии а вопрос уже реально продолжительности жизни и здоровья встает серьезно в твоей жизни утром так как это время благостное то есть время энергии счастья сильно много с утра поэтому человек и должен заниматься благостными делами вон утром нужна молитва конечно многие люди с утра работают но хотя бы чуть-чуть помолитесь если бог заставляет работать с утра работайте но вообще как бы лучше всего работать начиная там с 9 10 утра с 11 это более как бы физиологично для человека утреннее время посвятить можно запоминанию чего-то допустим можно что-то запоминать с утра можно анализ проводить своей жизни можно изучать священные писания рано утром очень сильно входит в сердце все и чем ближе вот допустим сначала молитва потом запоминание потом анализ а потом просто чтение художественной литературы так распределяется нагрузка то есть человек не может допустим молиться уже к 11 часам может просто что-то почитать допустим запоминать лучше там сразу после молитвы и то же самое утреннее время надо ну утром до 12 часов все физические нагрузки направлены на здоровье вы должны делать и лучше всего их не сочетать вместе допустим если вы сделали статику сегодня то динамику делайте завтра послезавтра попаститесь не то есть как бы нагружать организм слишком сильно делайте что в чем-то одном нагрузку остальное как на следующий день вот так вот завтрак у человека должен быть легким потому что утром солнце поднимается и это благостное время это время для того чтобы заряжать оптимизм оптимизм заряжается благостными продуктами благостные продукты это продукты которые созревают при сильном солнце это фрукты запоминать орехи это фактически как фрукты тоже только они семена как будут если взять я ягодом яблоко допустим то он тоже орех только у него орех это яблочные косточки а если косточка разросла сильно у яблоко то получился орех просто образно вам говорю что орехи это те же самые фрукты только это их семена вот то есть фрукты орехи мед то тоже благостный продукт любви пчел вот этот продукт любви пчел молоко это продукт любви коровы благостный то есть молоко вообще надо пить до того как солнце взошло и после того как она села ну то есть потемнеть начало можно пить молоко цветать начало еще можно пить молоко но когда светло стало молоко пить только можно беременным женщинам кормящим женщинам и детям до 7 лет все остальные принципе тоже могут пить молоко в это время весь день можно пить но она будет чуть-чуть снижать огонь пищеварения есть люди которые могут как всегда пить молоко есть с которым оно хуже подходит. Если оно плохо подходит, все люди, кому даже не подходит молоко, могут молоко пить вечером перед сном и рано утром. Если человек рано утром молоко пьет, это тонизирует сильно психику, а если вечером, успокаивает. Но чтобы психика успокоилась, молоко вечером надо пить горячим. И лучше прикуску с медом. Мед вечерний – это липовый мед или темный мед. Любой светлый мед, кроме липового, это мед тонизирующий, а не успокаивающий. Вот все темные сорта меда успокаивающие, и липовый тоже успокаивает. Старый мед лучше успокаивает, молодой – хуже. Ну, чтобы вы знали. Жидкий мед тонизирует, а старый успокаивает. Густой, то есть. Ну, если жену взять, как бы ее помучить немножко, она все равно женой там остается. Вот это жена или не жена, то, что мою жену там помучили, на работе ее как бы помучили. Она пришла, уставшая такая. Жена это или не жена? Ну, все равно жена, как бы… Ну, лучше, чтобы она была свежая и счастливая. То есть молоко, молоко – это тоже энергия любви, хоть, допустим, пастеризованная, хоть там еще какую-то обработку сделала. Это все равно молоко. Это та же самая энергия любви, это все равно молоко, но уже не такое хорошее, как если бы это было свежее от коровы. И даже, ну, порошок молочный – это тоже молоко, это тоже молоко, но не такой, как бы, не такой сильный эффект, как от свежего. Не надо думать, что если пастеризованное, уже не молоко все. Я про порошок. И порошок я в Москве, вот просто в Москве жил, не было кроме порошкового вообще никакого молока. Я брал на ночь, разогревал порошковый, вообще порошок разбавлял, и с медом пил, и засыпал, как младенец. Ну, то есть, есть разные стандарты жизни. Вот фрукты, китайские – это фрукты или не фрукты? Некоторые говорят, это пластилин там, или еще что-то. Это фрукты, но китайские. Они уже похуже, чем если бы, допустим, из Краснодара, когда там не добавляют ничего в них. Ну, то есть, как бы, смотрите просто на свои возможности жить. Итак, кисломолочные продукты тоже с утра хорошо есть. Сыр, орехи, молочные, сладкое. Сладкое можно есть с утра. Сладкое – это не вредная пища, сладкое – не вредная. Просто кому-то подходит тростниковый сахар, кому-то свекольный, а кому-то пальмовый. Есть три вида сахара, они для разных конституций. И одному человеку подходит свекольный, другому пальмовый, тростниковый. Сейчас, в принципе, все эти сахара доступны. И с утра там можно, допустим, сделать сладость каким-то сахаром, поесть – ничего страшного, но лучше есть мед. Женщины, в принципе, могут есть сладости по утрам, потому что женские гормональные функции зависят от сладкого вкуса. Некоторые женщины не могут забеременеть, потому что не хватает сладкого вкуса по утрам. Это одна из причин, потому что женские гормоны поднимаются от сладкого вкуса. Но если женщина ест на ночь сладкое, то происходит все наоборот. Она разрушает свою гормональную систему, если она на ночь сладкого наедается. Допустим, есть такой анекдот по поводу этой лекции «Режим дня». И как бы люди тортик едят на ночь, говорят, да, кушай, не бойся, Олег Геннадьевич уже спит. В это время уже поздно. Но спит Олег Геннадьевич или нет, от этого ничего не меняет с точки зрения вашей судьбы. Понимаете? Поэтому подумайте хорошо, надо ли вам это или нет. Итак, что дает такое питание? Вот, допустим, мужчина говорит, не надо пахать весь день, какие орешки. Как бы, ну вот смотрите, допустим, вы нажрались утром тяжелой пищи, пошли на работу. Если это не физически тяжелый труд, а просто интеллектуальный, обычный труд, работа с людьми, там, с компьютером, то что происходит с вами? Солнце еще не пошло вверх, а пищу переваривает именно солнце. Человек думает, я переварю пищу. Вы можете сами переваривать пищу. У нас есть два способа пищеварения. Один способ пищеварения называется энергия ума, она тоже огненную природу имеет. А второй способ пищеварения – это энергия солнца. Допустим, ты обожрался с утра нелегкой пищей. Вот легкая пища – это фрукты, сухофрукты, орехи, молочная. Это пища, которая может перевариваться восходящим солнцем. Ты поел эту пищу и чувствуешь себя легко, тебя не прижало, не придавило. Значит, ты будешь бодро трудиться весь день, но тебе надо пообедать, плотно пообедать потом в обед. Когда солнце становится высоко, тогда человек в это время должен максимум пищи и съедать. Это время с 12 до 2. Два часа у вас 12 дня. Значит, до 3, можно сказать, обед плотный. Но лучше до 2 делать плотный обед. Вот сделали плотный обед, поели нормально. Все вкусы. Вот, допустим, с утра лучше, чтобы сладкая, сладковатая пища была. Сладко-кислая она может быть с утра. Кислый вкус тонизирует и сладкий дает счастье. Вот горькую пищу с утра, соленую сильно, острую не надо есть. Это не утренний вкус. Они не дают здоровья с утра. А сладкая, кисловатое хорошо. Кисло-сладкие фрукты, там сухофрукты и так далее. Летом нужно больше есть свежих фруктов утром, а зимой сухофрукты лучше подходят. Потому что свежие фрукты, они могут переохладить человека. Особенно, если сильно холоднее. Бывают люди горячие. Им всегда надо свежие есть фрукты. Сухофрукты меньше подходят. Ну, тоже, в принципе, подходят. С утра все подходит. В обед можно есть уже и зерно, и белок, и солености всякие. Все это уже может в обед. А вечером нужно есть только овощи тушеные. Можно, допустим, гречневую крупу есть. Она тоже успокаивает. Или кинуа сейчас есть такая крупа. Тушеные овощи тоже можно вечером есть. Кинуа это семена лебеды просто. Это не крупа. Вот. И вечером тушеные овощи почему успокаивают? Потому что они созревают по цветам луны. Надо понять, что что вызывает созревание у продукта, то его и переваривает. Если фрукты созревают по цветам активного солнца, то они с утра и перевариваются. Орехи точно так же. Молоко созревает по цветам луны. Поэтому рано утром пьют и поздно вечером. То есть ночью именно корова вырабатывает молоко. Это лунный продукт молоко. Женскую энергию имеет. Лунную. Женская энергия лунная, мужская, солнечная. Но зерно созревает под ярким солнцем. Поэтому его можно есть только днем. И оно плохо переварится и утром, и вечером. Поэтому хлебушек не надо с утра уплетать. И не надо вечером. Допустим, человек нажрался хлебушка с утра и пошел работать. И у него ничего не переваривается. У него все лежит. И вся энергия ума у него идет в желудок. И он тупит. Ему начальник говорит, слушай, давай сделай то-то. Он говорит, повтори еще раз, я что-то не понял. Почему ты не понял? Потому что у тебя вся энергия ума пошла в желудок. А если человек поздно поел, допустим. Он поел, допустим, 4 часа дня и пошел работать сразу. На работе перекусил. Поел хорошо, поздно, в 4. Уже солнце не такое сильное. И у тебя вся энергия ума идет куда? На переваривание пищи. И поэтому существует определенная последовательность симптомов. Ты, допустим, компьютер смотришь, допустим. Первый как бы симптом, когда через 40 минут после того, как ты поел, начинается сильное увеличение энергии, идущей в желудок из ума. И в это время человек неожиданно чувствует, что он застыл на одной строке. Это называется симптом застывшей строки. То есть он читает 1, 2, 3, 4, 5 и ничего не понимает. Потому что умственная энергия уже не работает. Потому что она вся пошла в живот. Если ты еще побольше поел, то наступает симптом кивка. То есть ты такой изучаешь, изучаешь такой... Опять изучаешь... Чего? Но это вы потому что не досыпаете ночью. Это просто из-за ночного недосыта. Это другое совсем. Женщина с тремя детьми, она постоянно спит, потому что она как в армии солдат. Даже стоя может спать. Потому что не досыпает просто человек. Вот. И третий симптом. Если еще сильнее поел, то человек кивает, и он не может даже поднять голову. И у него открывается как бы рот. И там оттуда слюна выходит. И получается симптом желтого пятна на компьютере. Если вы у кого-то видели желтое пятно на компьютере, то значит, что он обожрался позже, чем положено. Можете даже сразу сказать ему диагноз. Или на книге желтое пятно. Вот представьте книгу. Оп, желтое пятно на книге такое. Это значит, что человек обожрался. И как бы в этот момент у него такая оказия произошла. Вот. Но кроме этой оказии, также следует знать, что это не в коня корм. Вот допустим, с утра человек обожрался, у него организм начинает проталкивать пищу быстрее. Потому что она не переваривается, и он не знает, что с этим делать. И поэтому она у него вся... Он работает на унитаз, понимаете? То есть он заработал деньги, купил продукты, приготовил, обожрался утром. И все ушло в унитаз просто. Потому что у него ничего не усвоится. Потому что усваивает пищу солнце, а солнце еще не поднялось. Это все равно, что вы, допустим, ну, у вас день рождения завтра, а вы сегодня пир приготовили, да? И ждете гостей. А гости не пришли. А на следующий день все протухло. И вы все свалили в мусорку, всю эту еду. Вот это, как бы, то же самое, что поесть утром. То, что не положено. Все просто пролетает, не усваивается. У человека психика от этого, от того, что все проталкивается пищей, сильно напрягается психика. Он становится напряженным, всех орет. Такой. Ну, то есть, плохо человек себя чувствует. А если по нарежке, фруктики поел, сухофруктики, там, молочная, легкую пищу, он бы весь день бодренький. Потом пообедал плотненько. А солнце обед переваривает хорошо. Потому что с 12 до 2 солнце сильно светит. И все переваривает. И потому в Италии в это время вообще все закрывается. Обеденное время, никто не работает. То есть, время обеда, все, до свидания. Все магазины, все, 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 все закрывается. А? Во многих странах. Потому что, почему так они делают? Потому что это логика, понимаете? То есть, время обеда, что работать? Надо кушать, отдыхать в это время. Чуть-чуть. То есть, это вот час времени какой-то, обеденный перерыв называется. И он должен быть именно вот в это время, с 12 до 2. Это обеденный перерыв. Время обеденного перерыва. Чем солнце сильнее светит, тем люди сильнее чувствуют, что надо кушать вовремя. Потому что солнце забирает на себя огонь пищеварения. Если есть грубый солнечный свет, этот тонкий. Грубый солнечный свет, он вредит здоровью. Он забирает на себя огонь пищеварения. И поэтому люди, если не поели вовремя в Индии, поздно поели, у них вообще понос начинается. Поэтому они как бы обедают в это время, потому что как бы вариантов нет. А мы у нас, грубый солнечный свет не мешает нам. И мы не чувствуем снижение огня пищеварения вечером. Допустим, человек не поел вовремя, голод все равно остается. Голод есть, а переваривается все хуже и усваивается все хуже. Поэтому человек наелся в 4 часа дня и все. И у него опять ничего не все идет в токсины. Если с утра обожрался, все просто проталкивается и идет в унитаз, то в 4 поел, не в унитаз все пойдет, а в ваши токсины, в сопли, в слезы, в опухоль еще какую-нибудь, еще куда-нибудь. То есть все пойдет не туда. И почему люди говорят, я постоянно простываю, постоянно простуды. Простуда это классика жанра. Обожрался на ночь сладкого, утром вот эта вся пища пошла в токсины, она пошла вверх, в горло, там началось воспаление, на воспаление сели бактерии, начался простуда. Все, это классика жанра. Причина переедания на ночь. 90% простудных заболеваний возникает именно от этого. Больше нет другой. И гиподинамия, неподвижный образ жизни. Да, человек достаточно двигается и не передает на ночь никаких простуд, не будет 100%. Что? Ну то же самое. То есть обожрался ребенок на ночь, все, с утра уже сопли. Дети ничем не отличаются от взрослых в этом плане. Мы будем дальше как бы говорить об этом чуть похоже насчет детей и все остальное. Итак, вечером овощи созревают по цветам луны. Какие овощи? Овощи, которые растут над землей. Это кабачки, тыква, патиссоны, баклажаны. Вот эти овощи надо есть, можно есть вечером. Их в обед тоже можно есть, с утра не надо. Вечером можно, в обед можно. Потому что ты поел в обед, все равно будет пища постепенно перевариться к вечеру. И луна, она уже в 6 часов начинает действовать. Поэтому в принципе овощи можно есть и в обед, и вечером. Но если ты вечером пришел с работы, хочешь сильно кушать, кушай много, но то, что надо. А можно кушать овощи тушеные. Вот потуши все овощи, там же жена потушила и кушай. И вечером перед сном за час можно попить горячее молоко с медом. Оно успокаивает психику, расслабляет. Это вместо вам дефектива. Вы хотите дефектив посмотреть или детектив на ночь? Лучше попейте горячее молоко с медом. Вас расслабит без порнухи. И будете спокойно спать. А то потом порнуху посмотрите, потом будут сниться всякие сны. Это тоже сон нарушает. Работать лучше всего днем. Вот допустим с 11, там с 10 до 6 вечера. Это рабочее время. А вечером с 6 вечера это время предназначено для семьи. Потому что луна, когда восходит, эта энергия любви пошла. И человек должен отдыхать, общаться с близкими в это время. Отдавать время детям, жене, родственникам. Должен в это время, потому что продуктивно в это время энергия любви идет. Понимаете? Ночью надо спать. И еще что делать ночью? Надо зачинать детей. Если человек зачинает детей, вечером ребенок рождается с психическими трудностями, каким-то проблемами. Если днем, то он больным, болезненным рождается. Потому что солнце мешает зачатию нормальным. Если утром ребенка зачинает, то он чувствительным с нами рождается. А если ночью, то здоровым. Потому что луна делает ребенка здоровым. Поэтому, когда солнце уже село, темно стало, тогда надо зачинать детей в это время. Видите, во все есть свой режим дня. И если человек, допустим, рождается, рожден с 12 ночи до 12 дня, это значит, что он в прошлой жизни соблюдал режим дня. И это значит, что ему утром будет вставать легко рано. С 12 ночи рожден до 12 дня. А если человек рожден с 12 дня до 12 ночи, ему утром рано вставать будет тяжело. И это значит, что он в прошлой жизни не соблюдал режим дня. И он наказан временем, этот человек. И такие люди называют себя совами. То есть есть жаворонки, которым легко вставать, а есть совы. И совы говорят, мне нормально вставать поздно и ложиться поздно, потому что вот у меня такой организм. Это ненормально, вам придется заставить себя ложиться раньше и вставать раньше. Хоть вы совы, хоть вы жаворонки, на самом деле мы все орлы, пока летаем. Потом воронами становимся. Заставить с помощью знания. Вот смотрите, вот у вас сейчас лишний вес. Этот лишний вес вам уже дает холестерин в крови. Этот холестерин приводит к ишемии мозга. Еще несколько лет, если вы не будете эти убирать, будет инсульт. Понимаете, и дальше уже дышишь в трубочку, ходишь, понимаете, уже им болит. Для того, чтобы не было и холестерина, нужно двигаться и пост. А для того, чтобы он не копился, нужно не обжираться на ночь. И нужно ложиться вовремя и вставать вовремя. Это означает болезнь уже. Если ты ложишься и не спишь, значит ты перенапряжен. Перенапряжение означает, нужно ходить долго и бегать, снимать напряжение. Плюс напряжение снимается баней, горячее, холодное. Плюс напряжение снимается теплой ванной по вечерам. Полежал в бане, не горячей, а теплой. Тебя расслабило. Горячее молоко попил с медом, расслабило. Вовремя лег спать, тоже расслабило. Потому что если ты позже ложишься, тебя больше напрягает от этого. Понимаете, человек может мотивировать себя страхом или знанием. Но если человек никак себя не мотивирует, тогда его помотивирует уже жизнь. Понимаете, когда человек говорит, товарищ Иванович, у меня инсульт. Инсульт. Мне еще не поздно начинать рано ложиться и рано вставать. Я говорю, самое время. Потому что потом уже тебе будет точно поздно. У меня был один знакомый, он работал в военизированной кране по ночам. Ну, высокооплачиваемая работа. И он пришел ко мне и говорит, что-то у меня, ну, уже хроническое такое состояние, нарушение, как бы, режима дня. И чувствую, как бы, уже тяжело. Может, мне бросить работу? Я говорю, срочно бросайте, иначе у вас будут проблемы серьезные. Вы уже истощили свой запас здоровья полностью, неправильным образом жизни. Он не послушал меня, и в результате у него произошел микроинсульт. Он восстановился полностью, у него ничего там не отнялось. И пришел ко мне и говорит, у меня есть еще какое-то время поработать? Я говорю, никакого времени. Надо срочно бросать, иначе будет только хуже. И у него через пару недель произошел инфаркт. Он тоже восстановился, все нормально, как бы, но уже не смог быстро двигаться, там, рубец в сердце. И в третий раз, когда он пришел ко мне, я сказал, если вы сейчас вот не бросите работу, то я не гарантирую вам вашу жизнь, что вы будете жить. Вот он не бросил. В результате у него произошел обширный инсульт, и он стал инвалидом. Но все равно остался он на работе, потому что там у него была должность хорошая. Ну и потом он просто ушел из жизни. Все. А? Ушел с работы, да? Вернее, можно сказать не так, что не ушел с работы, а лег с работы. Погиб смертью храбрых, можно сказать. Ну и вот так вот. Больше всего, конечно, была настроена жена, потому что она все понимала, молилась за него, но ничего не смогла сделать. Для него деньги стали важнее жизни. Что делать, если у меня работа такая, которая разрушает мне здоровье? Надо просто молиться и пытаться найти другую. Но бросать не надо сразу, потому что это вообще может испортить жизнь. Без денег тоже жить невозможно. Поэтому нужно потихоньку двигаться к этому. Есть шесть вкусов. Каждый вкус имеет колоссальное значение в нашей жизни. Самый важный вкус это сладкий, потому что он благостный. Если пища не имеет сладких вкусов, значит человек в депрессию входит просто от такого питания. Пища должна быть сладковатой. И, допустим, в восточной кухне, там в любом блюде, даже остром, есть сладкий вкус. Обязательно. Это признак раздравого смысла. Ну, то есть, это не значит, что пища сладкая должна быть, а просто должны быть оттенки сладкого вкуса должны. Это значит вкусная пища. Вот у нас на фестивале благость, вся пища, вот кто вот был на фестивале, она имеет оттенки сладкого и получается очень вкусно. И люди там плетают просто в обед, просто пищат за щеками только так. Так или нет, кто был на фестивале? Согласны, что вкусно очень готовят или нет? Или я обманываю? Очень вкусно. Это восточная кухня, она очень вкусная. Вот здесь, кстати, тоже есть восточная кухня. Вот вы попробуйте, пирожки вот пекут здесь, тоже попробуйте. Вегетарианская кухня. Нет мяса, нет рыбы, нет яиц. И все классно, вкусно и питательно. У нас на фестиваль люди приезжают, они не чувствуют, что не хватает мяса, допустим. Многие мяса, вот у нас процентов 50 или 60 людей приезжают на фестиваль, которые едят мясо. Они не чувствуют нехватки мяса вообще. То есть пища полноценная, питательная, белковая. Надо просто уметь правильно готовить без мяса и тогда повыше отлично себя чувствовать и все классно. Второй вкус, то есть самый благостный сладкий. Сладкое едим утром, подслащенное едим вечером, в обед тоже подслащиваем. Можно сладким закончить обед, чуть-чуть маленькая сладость немножко, кусочек маленький торта. Но сладостями не объедаться в обед даже, потому что от этого гасит огонь пищеварения. Лучше всего сладкое есть утром. Если сладкое плюс зерновое, это в обед тортик, но немного. Женщины понимают, тортик немного. Очень трудно понять, мои хорошие. Я понимаю, что... Ну, в обед можете, ну, иногда в обед можете поесть побольше тортика, в обед, но не на ночь. Потому что если вы на ночь тортика поели, то у вас получается сразу три в одном. Первое, страдают гормональные функции. Второе, страдает лицо, то есть оно становится уже не таким красивым. И третье, просто страдает здоровье. То есть человек становится больным от этого, просто сладкого по ночам. И от кислого по ночам, и от горького по ночам, и от соленого по ночам, и от острого по ночам, по вечерам. То же самое портится здоровье, а тем более от жареного. Теперь дальше поехали. Следующий, после сладкого, следующий вкус терпкий. Терпкий или вяжущий вкус предназначен для бодрости. И поэтому утром можно, в принципе, чуть-чуть терпковатую пищу есть. Если твой труд связан с тяжелой физической работой. Тебе нужно больше сил, терпкая пища, хорошо. Утром, кстати, можно есть гречневую крупу, можно есть пшено, кинуа. Это все, это не зерно. Это просто семена. Подсельмое подсолнечника. Это семена просто, это не зерно. Поэтому с утра можно есть. Если не хватает, то можно подключить еще сладкие овощи, такие как морковь, свекла. Сладкий вкус, если есть в овощах, тоже можно с утра есть. Тоже нормально. Терпкий вкус нужен для того, чтобы быть сильным, работоспособным, концентрацию он дает, улучшение активности. Иммунитет сильный дает, терпкий вкус. Иммунитет укрепляет. Есть такая специя куркума. У нее сильный терпкий вкус. Это корень такой, желтого цвета. И его очень хорошо добавлять в пищу, особенно там, где требуется хороший иммунитет. Где холодно, допустим, вирусной инфекцией, то у вас, допустим, куркуму хорошо добавлять в пищу в обед. Можно даже с утра чуть-чуть добавлять. А если куркуму смешать с медом, то она вообще лечит вирусную инфекцию. То есть, куркуму с медом еще смешать. На кончике ножа немного, да, сильная специя, нельзя много есть. Золотистый стафилококк – это не куркума. Мы говорим про куркуму. Золотистый стафилококк питается только сладостями, и все. Можно заварить. Золотистый стафилококк питается сладостями. Он любит только сладкое. А куркума уменьшает сладкий вкус. Она воздействует так на поджелудочек, что снижает, сахар в крови снижается. Поэтому куркума лечит золотистый стафилококк. А лучше всего его лечить просто не обжираться сладким на ночь. И все, и тогда будет классно все со стафилококком. Он просто погибнет, помрет с голоду. И все. И так двигаемся дальше. Следующий вкус после терпкого, вот самый благостный, сладкий, потом идет терпкий, он тонизирует. Следующий вкус – это кислый. Кислый вкус тоже тонизирует. Но он при этом еще охлаждает. Он охлаждает зимой и согревает летом. То есть летом кислое хорошо есть. Это внутри согревает, увеличивает огонь, пищеварение снаружи охлаждает. Но зимой кислым увлекаться не надо. Потому что это, ну, кислое есть надо зимой, но не слишком много. То есть это может к переохлаждению привести организм. Понимаете? Допустим, яблочный уксус много съели зимой. Можно переохладиться. Кислый вкус, он снаружи охлаждает, снутри согревает. Кислый, каждый вкус, он связан с психикой. Сладкий вкус дает энергию любви и уменьшает обиду. Терпкий вкус дает человеку бодрость и уменьшает депрессию. Вяжущий вкус. Кислый вкус, вернее, сладкий дает энергию любви и пессимизм убирает. А вот кислый, он, его хочется тем людям, которые обижены. Человек обидчивый, ему хочется кислого, потому что обида имеет кислый вкус. Но лечить обиду кислым вкусом можно только в обед. Нельзя ни утром, ни вечером есть кислый. Дальше, следующий вкус, это острый вкус. Острый вкус нужен для темперамента. Допустим, очень темпераментные люди, им хочется больше острого. Понимаешь меня или нет, о чем я говорю сейчас? Или нет? Очень темпераментный человек должен есть много перца. Ну, то есть, как бы, темперамент нужен повосполнять с помощью острого вкуса. Если темпераментный человек, он нужен больше, артистам часто нужно больше острого есть, потому что им надо эмоции проявлять. Им надо острый вкус сильно, не хотят. Чем больше эмоций человек проявлять, тем больше острого им хочется. А если аллергия на острый, тогда острый не надо есть, потому что аллергия на острый. Понятно же? Знаете, почему лягушка прыгает в рот удаву? Знаете, почему? В ведах описывается, что удав открывает рот, и у него из глаз идет смерть. А лягушка, когда видит, ну, как бы удава видит, она думает, ну, не может быть, что так страшно. Какая несправедливость, а? И раз, прыгает поближе. Ну, что такое, что так страшно, надо разобраться, что там так страшно. Еще ближе. И потом раз, и удав, и съел, и все. Он даже не напрягается, чтобы подползти. Просто рот открывает, и все. Лягушка сама туда прыгает, потому что надо разобраться в этом вопросе. В чем дело вообще? То же самое с острым. Вот у меня аллергия на острый, ну, в чем дело вообще? А вот если попробовать острый? Так острый вкус увеличивает воспалительные процессы в организме, увеличивает темперамент. Терпкий вкус увеличивает напряжение, перенапрягает и дает тонус. Сладкий вкус увеличивает лень и увеличивает гормональное расстройство и дает человеку счастье, умиротворение и улучшает гормональные функции с утра у женщин. Кислый вкус увеличивает обидчивость и переохлаждает, если не вовремя, если вовремя, то улучшает обмен веществ, улучшает огонь пищеварения и уменьшает обидчивость, успокаивает. Следующий вкус – это соленый вкус. Соленый вкус дает человеку концентрацию внимания. Он увеличивает сосредоточенность. И поэтому люди, у которых тяжелый умственный труд, им хочется соленого. Потому что им надо сосредотачиваться. Это нормально, если у человека требуется концентрация, он больше ест соленого в обед. Потому что ни утром, ни вечером соленое есть нельзя. В обед сколько хочешь, сколько тебе надо, поел и все. И не будет у тебя от этого гипертонии никакой, ничего не будет. Будет все нормально. Этот вкус уже ближе к невежеству соленый. И самый невежественный вкус – это горький. Поэтому водка какая горькая, сигареты какие горькие, вино какое горькое и так далее. Все это горький вкус. Горький вкус – это вкус невежества и вкус лечения также. Вкус лечения. В пище обычно горького вкуса немного. Но горький вкус, он увеличивает противовоспалительные процессы в организме. Затормаживает организм. Он его успокаивает, затормаживает. Поэтому воспаление сильное, нужен горький вкус, снять воспаление. Горький вкус также хочется, когда горе у человека. Когда у человека горе, ему хочется горького. И горилка от горя. Понимаете? Горилку, когда человек пьет от горя. Но это не помогает ему от горя. Жень. Просто обман. Самообман происходит. А кофе? Тоже вот оно притормаживает психику. То есть, горький вкус затормаживает психику. И поэтому люди увлекаются наркотиками. То есть, наркотические вот эти все дела. Это кофе, это наркотик. Легкого действия. То есть, потому что там есть кофеин. Кофеин – это наркотическое вещество. Чай и зеленый, и черный – это тоже наркотик. Только зеленый чай – это натуральный чай. В нем содержится только кофеин. А в черном чае, который ферментированный зеленый чай. Черный – это не отдельное растение какое-то. Это ферментированный зеленый чай. И в нем содержится еще ЛСД. Это такой другой вид наркотик, который дает… Ну, то есть, если кофеин, он просто такой тупый такой… Все хорошо. Вот кофеин – все хорошо становится. И чуть-чуть бодрит. Бодрит такой и тупит человек. То ЛСД, он как бы меняет картинку. Картинка становится такой жизнерадостной и иллюзорной. Ну, приведу пример. Допустим, парень стоит такой возле окна. Говорит, мама, может мне покушать? Мама говорит, покушай, сынок. Ты уже третьи сутки здесь стоишь. Это ЛСД. Стоит и стоит. Вы не устали от меня сегодня? Интересно? То есть, когда человек болеет, у него воспалительный процесс и горькое хорошо. Запомнили? Кислое хорошо, когда перегрелся, допустим, на солнце. Оно охлаждает. Перегрелся, лимончик попей, кислого вкуса. Тебе охладишься снаружи, а снутри, наоборот, пищеварение. Потому что, когда человек перегревается на солнце, у него огонь пищеварения гаснет. У него ничего не переварится, там булькает. Потом инфекция кишечная начинается. Поэтому кислый вкус нужен. Он снутри увеличивает огонь, а снаружи охлаждает. Кислое питье, поэтому в жарких странах пьют, когда солнце сильное. Печет. Лимончик с лимончиком, там напиток. По вкусам все вам ясно? Человек в обед должен есть все шесть вкусов. Утром сладкий, вечером пресный. Лимончик с лимончиком, там напиток.